Служба дознания Дознание был употреблен впервые и определялся в судебных уставах уголовного судопроизводства как первоначальное изыскание, проводимое полицией для обнаружения справедливости или несправедливости дошедших до них слухов и сведений о преступлении. Советская власть полностью отменила царское законодательство, но именно милиция стала первым органом, которому в советском уголовном процессе были даны функции дознания. Служба дознания была создана с целью скорейшего рассмотрения и расследования преступлений небольшой и средней тяжести. Для того, чтобы правосудие наступало как можно быстрее, по тем фактам, где обстоятельства совершенного преступления понятны и известны, и преступник, как правило, задержан на месте происшествия. За 30 лет изменилась нормативно-правовая база, регламентирующая оперативно-служебную деятельность подразделений. Значительно повысился статус дознавателя. На плечи дознавателей ложится огромная задача по расследованию, качественному расследованию уголовных дел, даже небольшой и средней тяжести. И сказать, что все преступления, которые относятся к категории дознания, а их примерно 350 в соответствии с уголовно-процессуальным законодательством, что все они простые, легкие, сказать далеко нельзя. Не так давно в копилку дел, входящих в компетенцию дознавателей, вошли незаконная миграция и так называемые пьяные ДТП. Следственный эксперимент. Поэтому вот сейчас мы молодому человеку предлагаем, он находится у нас на заднем сидении, выйти оттуда, за сколько времени ему вот это займет. Это у нас возбуждено уголовное дело по статье 264, прямо 1. Это управление транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения. И подозреваемый по данному уголовному делу поясняет, что он находился не на водительском сидении, а на заднем пассажирском сидении. И с целью опровержения его вот этой версии, нам необходимо провести эксперимент, чтобы посмотреть, насколько быстро можно с заднего пассажирского сидения выйти через переднюю водительскую дверь. По-прежнему сложны в расследовании преступления, связанные с нанесением телесных повреждений. Это могут быть драки, в которых задействован не один человек. Это очень сложно устанавливать, от чьих все-таки при групповой драке, от чьих все-таки действий были причины те или иные телесные повреждения потерпевшим, не было ли в данных действиях необходимой обороны и так далее и тому подобное. И вот именно такие уголовные дела, они, как правило, объемные. Работы по расследованию таких преступлений, как правило, много следственных действий проводится, в общем-то, немало. Сейчас штат службы насчитывает 137 дознавателей. Но были времена, когда в службе дознания аппарата УВД был всего один сотрудник. В 1082 году, после издания приказа МВД СССР о создании специализированных подразделений дознания, к работе по формированию службы приступила Анна Ефремовна Жидяева. Она же стала первым руководителем региональной службы дознания. Ее преемники на посту руководителя Александр Владимирович Орехов, Владимир Александрович Рахманов, Ярослав Иосифович Зарицкий, Марина Паруровна Корзина, Ольга Александровна Винокуровна. С 2015 года по настоящее время отделом органов дознания регионального ОМВД руководит Татьяна Каминская. Татьяна Геннадьевна прошла в рядах службы все 30 лет существования дознания. Хочу, чтобы эту службу, именно службу дознания, любили так же и посвящали ей свою, ну, профессиональную свою деятельность, как это делала я в свое время. И легче служить, легче выполнять задачи, когда тебе это интересно, когда тебе это нравится, тогда какие бы ни были тяготы, лишения, сложности, но они легче переживаются. Эту службу всегда отличал дружный и сплоченный коллектив. Здесь нет места равнодушию и небрежного отношения к делу. А есть взаимовыручка, самоотдача и преемственность поколений. Молодым сотрудникам на помощь всегда приходят ветераны. Коллектив службы дознания в основном женский. Много молодых сотрудниц, совмещающих непростую с ненормированным рабочим днем службу, с воспитанием детей и семейными заботами. Работа по расследованию дел, она очень скрупулезна и требует усидчивости и внимательности. Поэтому, наверное, эти свойства характерны больше женщинам, чем мужчинам. Мужчинам больше нравится ловить, искать, сидеть в засадах и так далее и тому подобное. То есть вести более динамичный, энергичный образ жизни, ну и службу в том числе. С начала 2022 года в производстве дознавателей области находилось свыше 9 тысяч уголовных дел. Нагрузка Верхневорского дознавателя почти 67 дел на сотрудника. В то время как этот показатель по Центральному федеральному округу составляет 35 дел, а по всей России в целом 34. Дознание Тверской области на протяжении десятков лет занимает первое место по нагрузке. Десятков лет, повторяю, поэтому на плечах дознавателей лежит огромный объем деятельности. Несмотря на колоссальную нагрузку, работа тверских дознавателей на неплохом счету в масштабах всей страны. Выросло число уголовных дел, направляемых в суд. Возросла доля досудебного возмещения ущерба по уголовным делам дознавателей. Мы стараемся и, я думаю, выполняем достойно поставленные задачи, которые перед нами ставит руководитель непосредственно управления внутренних дел по Тверской области, заканчивая теми задачами, которые ставит президент Российской Федерации, в том числе и для деятельности подразделений, специализированных подразделений дознания. Каждый месяц подразделения дознания направляют в суд до 250 уголовных дел. Раскрываемость преступлений по службе составляет в среднем 60%. Сотрудники службы работают в тесном взаимодействии с другими подразделениями полиции, особенно участковыми уполномоченными. Такой профессиональный тандем дает конкретные результаты. Человеку, против которого совершено преступление, неважно, в какой категории это преступление относится. За каждое противозаконное деяние преступник должен отвечать по закону и нести заслуженное наказание. Ради этого торжества закона и несут свою службу люди, чьим призванием стало дознание. Тут надо любить, стараться, стремиться и понимать, какие задачи мы выполняем. Мы нужны, я надеюсь, обществу.